Светлана. Алексей. Вас молодой человек как зовут? Тима. Тима. Женя. Женя. А на чем вы ездите, скажите? Мы ездим на Тойоте Камре. Так вот почему вы решили ходить? Это здравие гибрида. Ну интересно было, кто такой гибрид и как он ездит по городу. И как вам понравилось? На заднем сидении нам очень понравилось. А мне понравилось в багажнике. В багажнике? А почему? Потому что в багажнике круто. Говори, дядя. Ну не стесняйся. Что тебе понравилось в этой машине? Все. Все понравилось. Хорошо. А тебе понравилось? Да. Да. А что именно понравилось больше? Все тоже понравилось. Все тоже понравилось. Хорошо. Ну а давайте теперь уже посерьезнее к вам. Да. Что бы вы могли отметить в гибриде? Ну отметить, конечно, понравилось то, что используется здесь электрическая энергия. Вот. Судя по прессе, по всему, это позволяет нам в пробках, будучи в городе, экономить и заодно беречь окружающую среду. А как вам движение на автомобиле? Понравилось ли вам, что она тихая? Да. Понравилось, понравилось. Ну, если бы у вас была возможность, или она у вас возникнет в самое ближайшее время, готовы ли вы потратить деньги на гибрид? Да, да. Мы думаем о гибриде или электромобиле. То есть думаем, что за ними будущее, и двигателей внутреннего сгорания скоро не будет. Вот. Так что думаем, думаем. Потому и примеряемся, что мысли такие и есть. А как вам отличия? Есть ли, может быть, вы заметили, как опытный водитель между передним и полным приводом? Ну, в городе трудно заметить как-то. Так что не могу сказать, заметил, не заметил в городе, потому что нет пересеченной местности. Единственное, я смотрел на потребление, тут где-то на литр получалось больше потрачено горючего. А так, я же говорю, особой разницы не заметил. Но я же говорю, это не те условия, где можно было бы. Так что, если пригласите нас куда-нибудь на полигон, то там мы сможем. Мы с радостью. Да.